С 2022 года в России расширен список жизненно необходимых лекарств. Его дополнили 22 наименования. Общее количество перевалило за 800. Между тем, в Тверской области немало людей до сих пор не могут получить, казалось бы, давно известные препараты. Например, такие как инсулин. В итоге проблемой заинтересовалась региональная прокуратура. И вот что из этого вышло. Дня не проходит, чтобы льготники не обращались в областную прокуратуру, жалуясь на дефицит лекарств. Например, инсулина. В регионе более 46 тысяч человек, которые имеют право на бесплатные препараты. В итоге надзорному ведомству приходится реагировать, проводя проверки и решая вопрос. В частности, у нас обеспечены отдельные граждане, обратившиеся из города Торжка, Конаково, Вышнего Волочка. По обращению гражданина из города Торобца он обеспечен инсулином и тестополосками для глюкометра. И такая ситуация в районах не только с инсулином. На местах льготникам не додают самые разные препараты, в том числе наркотические, а также психотропные. Самое интересное, что причина не в том, что в бюджете нет денег и поэтому лекарства не приобрели. Проблема в государственном унитарном предприятии «Формация», которая ответственна за решение этого вопроса. Наиболее такой частой проблемой является то, что лекарства фактически имеются на фармацетическом складе, это губформации. Но ввиду того, что в настоящее время данная организация имеет финансовые трудности, крупный развод лекарств не производится. В итоге прокуратуре пришлось обратиться в суд Центрального района с иском на губформации. В данный момент документ еще находится на стадии рассмотрения. В надзорном ведомстве тем временем призывают льготников обращаться и впредь с жалобами в случае дефицита полагающихся им медикаментов. Как показывает практика, хотя бы в ручном режиме, но вопрос можно решить.